МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире импульс севера в студии Алена Ядни. Пришло время подвести главные итоги дня. Все мы после долгой зимы ждали потепления и когда, наконец, снег растает. Но точно не ожидали сюрпризов, которые за этим последуют. В многоэтажке в микрорайоне Советский 5.1 вода с крыши затопила три квартиры на 9, 8 и 7 этажах. Мы уже связались с управляющей компанией. По словам специалистов, крышу отремонтируют, как только нормализуется погода. А что теперь делать жильцам с их влажным ремонтом, расскажу прямо сейчас. Эти желтые пятна на потолке – не дизайнерское решение, а следы от недавнего потопа. В многоэтажке в микрорайоне Советский 5.1 вода с крыши затопила три квартиры на 9, 8 и 7 этажах. Игорь Гавриленко живет в квартире на 7 этаже. Она пострадала меньше всех. Вот возле белого плинтуса, возле потолка, желтые пятна. И в зале, в зале вы же снимали, там желтые пятна. Прошло как бы. А если будет течь, вот эту коробку придется выбрасывать. Она же, что-то картонная бумага, она же набухнет, все, выбрасывать придется. Течь в квартире омрачила предстоящий отпуск. Теперь Игорю Васильевичу придется отдыхая, сидеть как на иголках. Гадая, не случилось ли чего. Тем более в 17-е я улетаю в отпуск, в квартире никого не будет, жена на земле. Что здесь будет? Ну, сын будет заходить цветы поливать, а если дождь будет, то здесь будет весело, конечно, будет течь. Это, как говорится, еще цветочки. Ягодки впереди, соседям сверху на 8 этаже придется заново делать ремонт. Ламинат и межкомнатная дверь вздулись, потолок в желтых пятнах. Обои тоже сказали до свидания. К тому же в придачу появилась еще и плесень. Собственник квартиры на 9 этаже отказался от видеосъемки. Но, учитывая ситуацию на 8-м, нам остается только догадываться о последствиях протечки. На место выехала аварийная бригада, устранила, локализовала течь. В час дня течь прекратилась с кровли. Далее хотели сегодня приступить к ремонтным работам, но в связи с тем, что на кровле еще есть влажность, такие работы запрещено проводить. Как только станет по суше, сотрудники УЖС отремонтируют кровлю, а в следующем году ее и вовсе откапиталят. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию, направляем на государственную экспертизу, после чего утверждается подрядчик на строительном монтажной работе и приступает в летний период 25-го года к ремонтным работам капитальным. Ситуация решаема. Жильцам дома в Советском 5.1 нужно обратиться в свою управляющую компанию с заявлением о рассмотрении возмещения ущерба и попытаться договориться с виновником потопа по-хорошему. Если не получится, тогда суд может стать следующей инстанцией. Алена Ядня, Антон Брестянский, Богдан Жигелев, информационное агентство «Импульсевера». Таяние снега стало проблемой и на городских дорогах. Самая обсуждаемая тема в соцсетях – лужи. Все дело в том, что в прошлом, как таковых, строительных требований к монтажу ливневых канализаций не было. Поэтому, к примеру, в старых дворах этих ливневок и нет. Но сейчас ситуация меняется. Последние пять лет при строительстве и реконструкции дворов и улиц учитывают водоотводы. Только в этом году ливневки сделают на Таёжной, Магистральной, Сибирской, Ямальской и 70-летие октября. Пять проектов, которые в работе в этом году, то есть по ним семь. То есть это уже заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ. А также в рамках всех новых проектов по ремонтам, по реконструкции уличной дорожной сети, по строительству предусматривается система водоотвода, ливневой канализации. По Новотеку этот участок получается северная магистраль от пересечения с 70 лет октября и мира в сторону пожарной части. То есть там будет перекрыто, да, где-то ориентировочно в конце мая. То есть на данном участке будут предусмотрены водоотводные лотки, дренажные системы, которые уведут воду. Кстати, чем теплее, тем больше подснежников на улицах города. Только не тех, о которых вы сейчас подумали. Речь о местных свалках. Неправильная утилизация отходов вновь попала во внимание муниципальной инспекции. Особенно стали заметны мусорные завалы у торговых точек. Но и сами жители, между прочим, часто не доносят пакеты дабаков. Соответствующими снимками поделились в телеграм-канале Департамента общественной безопасности и гражданской защиты. Если вы знаете самые грязные адреса, где нарушают правила утилизации мусора, делайте фото и присылайте в канал, указанный на экране. И еще о погоде. Ее ни сухой, ни жаркой не назовет даже человек с богатой фантазией. И все же вам стоит учесть, на Ямале уже объявлен пожароопасный сезон. Так что разведение открытого огня в лесах сейчас под запретом. Исключение сделано только для специально обустроенных площадок. Нарушителей для начала предупредят, а вот потом придется заплатить штраф. Его размеры от полутора до трех тысяч рублей для обывателей. А вот для начальников и юрлиц взыскания в разы больше. Для последних, например, оно доходит до 200 тысяч рублей. Леса под контролем инспекторов авиации и беспилотников. Патрулировать угодья будут наземные группы и видеокамеры дальнего действия. Продлится пожароопасный сезон до 1 октября. Еще добавлю, что в прошлом году на Ямале произошло 388 природных пожаров. 92% из них возникло из-за гроз. А вот 8% приходится на людей. Новый уренгой снова залетел в криминальные сводки России. Спокойно, никого не убили. А вот намерения такие были озвучены громко, нагло, публично. Очевидцы слили видео в сеть и понеслась. Впрочем, сам оратор уже забрал свои слова обратно. Активно раскаивается и сотрудничает со следствием. Как не надо себя вести, если, конечно, не хочешь познакомиться с сотрудниками следкома, расскажет Роман Риховских. Здравствуйте. Итак, вот она, Слава. Судите сами. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. А поводом стало это видео из Новоуренгойского ночного клуба. Сейчас резкий и беспощадный герой сам уже не рад такой публичности. Нам это известно совершенно точно. Все понты рассыпались в прах, а циничность улетучилась, как только за дело взялись следователи. Следственными органами проводится процессуальная проверка по факту противоправного поведения местного жителя в городе Новоуренгой. Мужчина, находясь в ночном клубе, демонстрировал пневматический пистолет и высказывал угрозы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действия мужчины. Чем все это закончится, мы вам обязательно расскажем. А сейчас другие криминальные сводки. Жительницы Лабытнанги будут судить за попытку убийства. Она порезала своего знакомого по пьяни. Вечеринка, которая затянулась до утра, произошла 11 февраля. Компания веселилась до тех пор, пока мужчина не начал прессовать свою бывшую. А та в ответ два раза ударила его ножом. Пострадавший лечится. Дело о покушении ушло в суд. Еще одна кровавая амазонка живет в селе только. Впрочем, скоро она сменит адрес на одну из колоний. А все потому, что ревность заставила ее схватиться за топор. 15 марта она устроила разборки своему сожителю и общей знакомой. В итоге женщина получила рубленную рану руки. Пострадавшая успела прокрыть голову. Куда целилась пьяная фурия. Следком занимается не только кровавыми делами. В числе преступлений, над которыми там работают, и зарплатные долги. Новоуренгольский следователь добился выплаты одному из работников миллиона с лишним рублей. Такая сумма накопилась за пять месяцев. Плюс окончательный расчет при увольнении. В итоге жадному директору пришлось не только полностью рассчитаться с бывшим сотрудником, но и заплатить штраф. Ох уж эти детки. Школьница из Ноябрьска едва не разорила родителей на полтора миллиона рублей на Роблокс. Чтобы получить бесплатные бонусы на игровой платформе, она сообщила мошеннику в телеграм-чате данные банковской карты своей мамы. И тот попытался оформить кредит, а потом вывести деньги на свои счета. К счастью, злоумышленник не успел. Владелица карты увидела подозрительное СМС и заблокировала ее. А потом обратилась в полицию. Добавлю, что в начале мая в Чебоксарах произошла похожая история. Староклассница захотела получить робуксы внутриигровую валюту. Она зашла в группу по их раздаче и из этого фейкового чата через онлайн-банк родителей совершила 11 транзакций по 100 тысяч рублей. А после оплатила покупки на 200 тысяч и оформила кредит почти на полмиллиона. Расскажите эти истории своим детям. Теперь дорожные сводки. 8 мая в Новом Уренгое на промысловой водитель «Шевроле» уснул за рулем. Машина врезалась в светофорный стол. Вместо ДТП водителя отвезли в больницу с тяжелыми травмами. Как сообщили нам в ГИБДД, 13 мая мужчина, к сожалению, скончался. Всего с начала года на Ямале зарегистрировано 2050 ДТП. Погибли 17 человек. 97 получили травмы. У меня на этом все. Информация о преступлениях и происшествиях ищите в социальных сетях «Импульса Севера». Следите за собой и будьте осторожны. Дополню сводку дорожно-транспортных происшествий. Сегодня в 16 часов на проспекте Губкина сбили ребенка. Водитель, управляя автомобилем «Лада», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Этот момент попал на уличные камеры видеонаблюдения. Видно, как мальчик начинает перебегать дорогу уже после того, как для него загорелся запрещающий сигнал светофора. В настоящее время несовершеннолетнего 2017 года рождения бригада скорой медицинской помощи увезла в медицинское учреждение города Новый Уренгой. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственная оперативная группа. К другим темам. Хотите стать культурными и окреленными? Ловите подробности, но Уренгойский аэропорт примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». В эту субботу с 6 до 9 часов вечера для горожан и гостей города будет работать экспозиция техники на привокзальной площади. Посетители узнают, как сотрудники крупнейшего ямальского авиавзла готовят самолеты к вылету и уведят технику, задействованную в этом процессе. Аэродромный тягач, технику для скоростной уборки взлетно-посадочной полосы и многое другое. Важно, что парковка на привокзальной площади в часы проведения акции будет бесплатной. И предварительная запись на экскурсии по уличной выставке не нужна. Однако одним лишь аэропортом культурная вечеринка не ограничится. Масштабные тусовки соберут участников в музее в основном здании на Молодежной 3 и в арт-галерее по адресу Молодежная, 17 Г. По другим темам Новую Ренгой – время для истории. Проект под таким названием родился в Газовой столице. Историки и старожилы будут знакомить горожан с историей города в формате лекций. Первая встреча уже состоялась. Площадкой выбрал Новую Ренгойский Ямал-Экодом. Гостям рассказали о подвиге отряда сейсморазведчиков. Среди первых слушателей была Юлия Ширкова. Отдохнуть душой и провести время с пользой – это задумка авторов проекта «Новый Ренгой. Время для истории». Ими стали Юлия Глаголева и Алексей Матвеев. После случайного разговора родилась идея о создании пространства, где можно будет вести интеллектуальные исторические беседы. Посмотрели и поняли, что повестка небольшая в городе мероприятий. А в общем, для такой вот публики, изысканной достаточно, да, все равно не нужно давать какое-то такое особое предложение. Мы поняли, что у нас есть ресурс в виде меня, как историка, да, в виде наших ветеранов замечательно. Тем более, что впереди 50 лет, и наша задача – просвещать. Поэтому мы поняли, что у нас все для этого есть, не хватало только дома. Но кто ищет, тот, как мы знаем, находит. Площадкой для проведения проекта был выбран новоуренгойский Ямал-Экодом. Региональному оператору часто поступают предложения о проведении мероприятий. Научно-просветительский проект их, конечно, особенно заинтересовал. Мы в основном сотрудничаем с общественными организациями, да, с волонтерскими движениями. Если есть какое-то предложение, мы его рассмотрим и обязательно дадим обратную связь. Проект посвящен предстоящему полувековому юбилею города. Участники будут изучать историю, географию, экологию и культуру нового Уренгоя и Крайнего Севера. И все это в интересном формате, через лекции, мастер-классы, рассказы старожилов, которые стояли у истоков и видели все своими глазами. Первую встречу посвятили новым результатам исследования подвига отряда сейсморазведчиков под руководством Владимира Цибенко. У проекта уже появились партнеры. Среди них и информационное агентство «Импульс Севера». Информационное агентство «Импульс Севера» имеет свою определенную функцию. Это не только информирование населения о том, что происходит в городе, но и просветительская функция. И поэтому те решения, которые будут рождены в рамках реализации этого проекта, они, конечно же, найдут отражение в нашем телевизионном эфире, на наших информационных площадках, в социальных сетях и на официальном сайте. Поскольку городу в следующем году исполняется 50 лет, и, конечно же, все исторические моменты жизни, связанные с развитием города, нам очень интересны. Символом проекта стала сова, поскольку эта птица ассоциируется с мудростью и знаниями. По задумке организаторов, к раскрашиванию стенда с тобой могут быть причастны все участники проекта. Наша съемочная группа тоже не осталась в стороне. Юлия Шаркова, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». Неотъемлемой частью истории Нового Уренгоя было открытие библиотеки. Той самой, которая отметила 45-летний юбилей. В конце 70-х прошлого века это учреждение культуры прогремело на весь Советский Союз, ведь книги для него собирали всей большой страной советов. На юбилей, как и полагается, было много гостей и много добрых воспоминаний. Почему наша библиотека носит имя массового молодежного журнала «Смена»? Часто ли в маленьком северном поселке падали борта с литературой? И как Новый Уренгой стал самым читающим в стране? Об этом расскажем прямо сейчас. На нашем сайте есть такой раздел, где у нас хранятся все архивы номеров. И вот он, тот самый первый журнал «Июльский» 1979 года, где рассказана вся история о том, как создавалась библиотека в Новом Уренгое. На первую страницу смены открытие нашей библиотеки попало не случайно. Это было событием всесоюзного масштаба. Ведь книги для маленького северного поселка собирала вся страна. И советский молодежный журнал имел к этому непосредственное отношение. Его главный редактор Альберт Лиханов на страницах издания кинул клич «Давайте откроем в Новом Уренгое библиотеку на 25 томов». И со всех уголков Советского Союза пошли посылки и бандероли. А Нововятский домостроительный комбинат отправил детали для будущего храма культуры. 12 мая 1979-го Альберт Лиханов уже перерезал красную ленточку на здании. На открытии тогда присутствовал и его сын Дмитрий, студент МГУ. Помню, что меня поразило, я вышел из библиотеки, но после открытия был фуршет, и я вышел, там прошло 10 метров, это уже была тундра. И вот меня поразило, посреди тундры, зачем библиотека, оказалось нужным. Такой центр силы для всего поселка. Была библиотека, были книги, было общение, и вот это было самое важное. Книг, присланных 45 лет назад, сегодня осталось немного, и они составляют золотой фонд библиотеки. А тогда, в конце 70-х, вспоминает первая заведующая Надежда Бендес. В адресу Рингоя тамами загружали целые самолеты. Это только первый раз услышанная фраза «Борт упал с литературой». Напугал молодую заведующую. Потом она к ней привыкла. И как там ночью меня будят в общежитии, говорят, упало два борта с книгами. Я говорю, и что, книги пропали? Мне говорят, какая ты глупенькая. Спросила бы про экипаж, жив-нежив, она про книги. Я говорю, ну так я же библиотекарь. Вот взяла комсомольцев, поехали книжки разгружать. Сегодня на юбилейной встрече с читателями Надежда Бендес вспоминает, как на крыльце под кирпичом оставляла для рабочих газеты и журналы. Как в сумках возила на газовые промыслы литературу. Как ездила в Министерство культуры выбивать ставки для библиотеки. Мне говорит, ну вы не охватите. Зачем вам три единицы, одну с чем-то по нагрузке. Я говорю, у меня каждый житель будет читателем библиотеки. У меня нет ни одной библиотеки Советского Союза, где все, ну, стопроцентный хват. А у меня будет. И когда он приехал через год к гостю, он сказал, хочу увидеть ту пиголицу, которая у меня там, ну, встревывалась в меня эти единицы. Добавил мне еще две. В библиотеку новоуренгойцы шли не только за книгой. Здесь был целый мир. Проходили литературные вечера, выставки и даже дискотеки. 300 квадратных метров была вся библиотека. Да, мы сдвигали вот так стеллажи. Но когда были дискотеки, тогда еще не так много было книг. И мы вечерами, ребята после стройки, после смены, им хотелось отдыхать, молодежи. Библиотека давно изменила здание, а ее книжный фонд сегодня составляет более 220 тысяч экземпляров. Но учреждение по-прежнему остается точкой притяжения, где рождаются новые идеи, где никогда не бывает скучно ни молодежи, ни людям старшего поколения. Библиотечная система нашего города, конечно, имеет очень легендарную историю. И действительно, она была одним из первых учреждений культуры, куда шли люди, шли молодые строители. Потом, через два года, открылась детская библиотека, после первой библиотеки. И всегда она была точкой притяжения культуры для жителей города. На сегодняшний день мы очень гордо несем это знамя и стараемся продолжать традиции, заложенные в том далеком 79-м году. И надеемся, что наша миссия вполнила. Подарок библиотеки от города в честь юбилея – сертификат на приобретение новой литературы. Помимо привычных бумажных книг, здесь активно работают и с цифровыми ресурсами. Идут в ногу со временем. Людмила Завгородняя, Виктор Етленко, информационное агентство «Импульс Севера». У меня на этом всё. Для вас работали Алена Ядни и команда «Импульса Севера». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова